Где тут семнадцатый кабинет? Продаешь энциклопедий? Нет, он выглядит как подменный учитель. Минута внимания! Меня зовут мистер Эбигнейл. Эбигнейл. Не бегнули, не бегнели. Мистер Эбигнейл. А сейчас кто-нибудь скажите мне, на чем вы остановились. Если вы не будете отвечать, я напишу докладную на весь класс. Сядьте на место! Глава седьмая. Теперь открывайте учебники на восьмой главе. Начинаем. Простите, как вас зовут? Брэд. Брэд, ну-ка, вставайте. Проходите к доске и прошу диалог номер пять. Простите, как вы хотите посмотреть. Роберто, я приехала к вам из самого Диксона. Обычно Роберто я подменяю. Почему вы остановились? Я ни за что не приеду в школу Белармин Джеттерсон еще раз. И можете больше не звонить мне. Думаете, легко даме в моем возрасте туда-сюда ездить. К тому же эти переезды дорого. Мистер и миссис Эбегнелл, в нашей школе произошел неприятный инцидент. Я вынужден сообщить вам, что всю прошлую неделю Фрэнк вместо учителя вел уроки французского языка. Не поняла? Ваш сын притворялся подменным учителем. Он проводил опросы, давал работу на дом. Из-за него у нас возникли трудности с настоящим подменным преподавателем. Ваш сын так увлекся, что провел родительское собрание и внес в план классных мероприятий посещение французской пекарни в Трентоне. Вот с такой проблемой мы столкнулись. Миссис Девенпорт, я уйду с последних уроков. Мне нужно к врачу. Одну минуту, я сейчас. Эй, сверни ее. Что? Ты ее ведь сама написала. Ну и сверни. Нет, она от моей мамы. Я должна идти к врачу. Да? А почему она не сложена в таком случае? Когда мама дает тебе записку, ты ее сворачиваешь, чтобы она в карман влезла. А твоя будто только что написана. До свидания. Фрэнки. Фрэнки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова